На территории Скорбящинского кладбища захоронены 43 участника Отечественной войны 1812 года. Здесь лежат герои трех великих войн. Отечественные войны 12-го года, Первой мировой войны и Великой Отечественной 1941-1945. Весь 1812 год Рязань представлял один сплошной военный госпиталь. Почти все особняки, большие дома, два монастыря, Казанский и Троицкий, были заняты под госпиталь военный. И десятки тысяч раненых прошли через наш город. К сожалению, не всех удалось поднять, потому что раны страшные были, в живот, в голову, ампутации ног. Поэтому часть из них все-таки не удавалось спасти. Поэтому это захоронение 1812 года является важнейшей частью вот этого огромного, большого Скорбящинского мемориального комплекса. А этот храм историки считают храмом-воином. С момента своего основания он стал активным участником боевых действий. Здесь совершались молебны о силе русского оружия, панихиды по убиенным, по тем раненым, которых не удалось спасти. И цифра 43 на сегодняшний день известна. Это, наверное, не совсем точная цифра, потому что поиски продолжаются. Идет работа по установлению всех погибших или умерших от ран в госпиталях нашего города. Поэтому количество на мемориальной доске, наверное, со временем изменится. Но мы должны знать, что, наверное, главное место поминания героев 1812 года для нас это здесь, на Скорбящинском мемориальном комплексе. Набережная реки Трубиш – одно из самых красивых мест города. Она соединяет храм Спасы на Крови и памятник Есенину с ансамблем Кремля. Здесь, в маленьком сквере, стоит стела – памятник, увековечивший имена героев Отечественной войны 1812 года. Тех рязанцев, которые не вернулись с полей сражений. Продолжение следует...